Друзья, добрый день! Меня зовут Фенева Татьяна. Я специалист по перманентному макияжу. Уже много-много-много-много лет, более 10, я занимаюсь этим красивым направлением, помогаю нашим девушкам быть прекрасными. Но в России это легко, очень хорошие гены, красивые женщины, которые шлифуют свою красоту и приятно с ними проводить время, предоставлять им процедуры. Что хочу рассказать сегодня. Открываю блок тем по наболевшему, то, что вы спрашиваете у меня каждый день, и пишете мне, и моей помощнице, и то, что всегда актуально. Как ухаживать за перманентным макияжем? У нас будет несколько видео, которые обо всем, об этом расскажут вам по дням, и что именно делать, и когда, и почему. Сегодня мы с вами обсудим тему, называется «Уход после перманентного макияжа бровей». Частая процедура, каждый день я ее делаю для вас, вы ее делаете в других местах, и наверняка у вас возникает вопрос, как правильно поухаживать за рисунком так, чтобы получить максимальный результат, и делать мало коррекции, и долго хорошо выглядеть. Ну, это нормальные вопросы, которые, естественно, для каждой женщины, которые хотят быть прекрасной. Перманентный макияж – прекрасная процедура для изменения внешности. Но есть одно правило, специалист работает, вносит 50% успеха, ваши 50% успеха – это именно домашний уход, как вы поухаживаете за красивой работой, которую вам сделал мастер. Есть одно золотое правило – забыть о том, где находится перманентный макияж. Макияж бровей. Особенно бровей – это то, что формирует ваш взгляд. Пожалуйста, если вы сделали перманентный макияж, ваша задача – никак за ним не ухаживать практически, вот просто следовать электронной памятке, которую я вам высылаю по дням. В ней будет написано, что после процедуры рекомендуется через 6 часов промыть теплой водой с мыльным раствором зону воздействия. Это правильно, потому что кожа выделяет лимфу, есть остатки пигмента, также у нас остатки каких-то красящих веществ, пигмента, который мы имплантировали. Кровь у нас там может немножко кое-где лимфосистема нам поднимет, потому что ткани раненые и надо их заживлять. Что еще может быть? Пыль с улицы, пока вы беретесь домой. И просто все, что лишнее, в течение 6 часов рисунок закрывается, и все, что лишнее, поднимается к поверхности. И для того, чтобы было минимальное шелушение, чтобы пигмент максимально дал остаток, рекомендуется всю эту грязь, которая появилась на коже, умыть, убрать и забыть. Казалось бы, да, что такого легко. Но многие девушки начинают смотреть рекомендации с интернета и почему-то протирать хлоргексидином, мерамистином, какими-то заживляющими средствами. Ничего этого делать не стоит. Если вы делаете перманентный макияж, кожа очень умная, она приживляет пигмент с первой секунды попадания. Поэтому ваша задача – это минимальное какое-то слежение за процессом. Поэтому один раз промылить теплой водой с мылом в первый день, через 6 часов. Следующий этап, который самый такой непростой, но он всегда есть, это с первого по седьмой день, первая неделька, мы просто ждем. Мы стараемся не мочить, не беспокоить, лицом в подушку не спать, в солярии не загорать, на фитнесе максимум йога, на растяжку, чтобы не потеть. Постараемся эту зону вообще никак не беспокоить. В этот момент стабилизируется цвет. Не надо его никак трогать, никакими кремами размачивать, ничего с ним делать. Когда вы делаете перманентный макияж, специалист должен вам мало того, что выслать памятку по уходу, у нас она электронная, кто у нас был, знает, сразу после процедуры. И еще дать с собой средства, чтобы клиент не ходил по аптекам и не покупал заживляющие какие-то мази или крема, или пены, или что-то там такое, то, что не поможет. Да, рисунок это заживит, но пигмент это уберет. Поэтому, когда специалист хороший, одно из правил, он дает с собой все средства по уходу домой, с собой профессиональные. Не те, которые для всех, а те, которые продаются в специальных магазинах для того, чтобы качественно свою уже работу закрепить. И вот, спустя недельку произойдет шелушение. С пятого по седьмой день легкое шелушение в зоне воздействия. Бровки чуть-чуть такой пудрой перешелушатся, и яркость сойдет. Это прекрасный момент, всем он нравится. Рисунок, естественно, натуральный. Вторая неделя после процедуры, она достаточно светлая. Идет стабилизация цвета, поэтому на второй неделе невидимой глазу идет вторичный вот такой процесс легкого шелушения. И в этот момент мы рекомендуем витамин А и Д на основе безвожженного вазелина, профессиональных таких специальных упаковочках. Мы даем с собой наносить тоненьким слоем один раз в день. Для чего это нужно? А и Д восстанавливает ткани, а безвожженный вазелин подтягивает в коже воду и увлажняет зону воздействия. Соответственно, рисунок не разрушается, кожа восстанавливается, и мы получаем максимальный эффект. Это круто, это хорошо, это действует и работает, и не требует каких-то там мега усилий с утра умыться и тоненьким слоем просто нанести витаминчик. Это приятно. Вот. Вторую неделю вы мажете тоненьким слоем один раз в день. В третью-четвертую неделю вы ничего не делаете, вы живете обычной жизнью и просто наблюдаете, как ваши брови выравниваются по тону, насыщаются цветом, какие они прекрасные, и что они стали вас уже украшать, на самом деле превращаясь в ваше лицо, скажем так. И когда пройдет уже 3-4 недельки, очень важно выслать фотоотчет специалисту и показать, как стабилизировался цвет и провести коррекцию. Через месяц от 4 до 6 недель было бы оптимально закрепить оттенок в коже, проведя коррекцию, и уже сделать, скажем так, красивый финал той процедуры, которую вы выбрали. Вот весь уход, он не какой-то сложный, он очень простой, я бы сказала, настолько элементарный, но трудно выполнить его всегда как. Не помогать – это трудный момент, когда ты сделал что-то на лице. И просто следовать рекомендациям, которые уже расписаны по дням, и использовать только те средства, которые вы дали, вернее, мы дали для вас. Это вроде кажется таким простым, но, к сожалению, мы так привыкли слушать чужие советы, или читать интернет, или что-то еще. Не делайте этого. Если вы не знаете, как вам поступить после процедуры, напишите мне или напишите моей помощнице, мы всегда ответим, что в данный период для вас подходит. Потому что, когда вы нам пишете, мы поднимаем дату и время, когда вы были, смотрим ваш договор, что записано по цветам, какая была процедура, и ориентируем вас правильно, как ухаживать за кожей именно в данный момент для вас. Надеюсь, мое видео было полезно. Ухаживайте правильно за бровями, пускай у вас будут красивые результаты, и даже если у вас сложные какие-то периоды, когда вы делаете исправление, или удаление, или потом напыление, или волоски, пусть все получится и у вас, и у вашего специалиста. Всем хорошего дня!